Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. После выходных хочется сказать, вот и лето пришло. Но за окном апрель и весенний дождь никто не отменял. Сегодня температура воздуха будет чуть ниже, чем была вчера. Подробнее расскажут синоптики. В Карачаево-Черкесии дождь, в горах с мокрым снегом, ночью местами сильный, ветер западный 6-11 метров в секунду, порывы будут до 18-23, температура ночью 3-8, в горах минус 3 плюс 2, а днем 10-15 выше нуля и местами плюс 2-7. В Черкесии дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, порывы будут до 18-23, температура ночью 6-8, а днем 12-14 градусов тепла. 2022 год – год столетия Карачаева-Черкесии. И в юбилейный год откроется ряд социальных объектов. Планируются масштабные мероприятия, посвященные этой дате. О нашей красивой республике, о ее замечательных людях, традициях и обычаях можно будет уже совсем скоро прочитать в журнале «Вестник Северный Кавказ», который издается на юге России. И сейчас я с удовольствием представляю вам наших коллег из Ростова-на-Дону, которые готовят новый выпуск журнала «Вестник Северный Кавказ». И в нем будут интересные статьи о нашей Карачаевой-Черкесии и ее жителях. Итак, сегодня в нашей студии представители международного холдинга «Евромедиа», куратор федерального проекта Ирина Рыбакова и журналист Юлия Серебрякова. Доброе утро, Ирина и Юлия. Доброе утро. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Вы, наверное, нечастые гости в нашей республике. Вы впервые приехали в Карачаево-Черкесию? Так, на самом деле, по-разному. Я впервые. Ирина, здесь как раз такие очень частые гости. Да, я часто приезжаю. Да, потому что Ирина, хочу сказать, что является куратором федерального проекта. Вот вы привезли нам журнал «Вестник Северный Кавказ», который издается в Ростове-на-Дону. Вы являетесь куратором, а Юлия – обозреватель этого «Вестника». Ну, я думаю, что вы приехали с приятной миссией в нашу республику. Скажите, в каких районах вам уже удалось побывать? Ну, по сути, я много районов объездила. Мне легче сказать, в каких я еще не побывала. Это у Рубский район не побывала. Ну, Дыхабельский не побывала. Но у нас все впереди. Это еще несколько дней уже есть. Скажите, вы приехали с целью собрать информацию о нашей республике. Вот тематика статей какова будет? Смотрите, ну, в этом году юбилейный год. Да, 100 лет Карачаево-Черкесии. Наверняка это будет, наверное, главной темой на ваших страницах. Да, и плюс дополнение «Год культурного наследия», тоже, что немаловажно. Поэтому тоже будем стараться светить эту тему на страницах издания в этом номере и в последующих тоже на протяжении года. Скажите, если не секрет, вот содержание, хочется поговорить о содержании. Именно вот какой материал вы собираете именно касаемо нашей республики? Может, это будут какие-то интересные люди? Либо это будут политические какие-то материалы, культурные, традиции, обычаи? Что будет? Покажем культуру и развитие каждого района. То есть постараемся показать их развитие, в каком направлении. То есть они дома культуры тоже показывают. То есть получается, да, в принципе, о чем хочется говорить в юбилее. Как правило, о результатах, о достижениях, правильно? Ну, о социально-экономическом развитии наверняка, да? В том числе, да. То есть о предприятиях, которые создают, скажем так, историю республики, которые вносят свой вклад в ее развитие, то есть которые могут действительно быть лицом региона. То есть о том, каков вклад они носят, каких результатов достигают в разных самых направлениях. Но в том числе, как Ирина сказала, в культурном направлении, поскольку год приурочен к культурному наследию. То есть год культурного наследия. Поэтому тоже этому будет длина большое внимание. Скажите, пожалуйста, вот именно наш регион, вот чем вас привлекает, вот как журналиста, может быть? Вот вы впервые в Карачаево-Черкесии. Вот что вам уже, может быть, приглянулось, что вам понравилось? Может, непосредственно наши люди, может, непосредственно наши курорты? На самом деле вы в точку попали про людей. То есть меня завораживает доброта, наверное, вот, скажем так, приветливость людей, да? То, с каким они радушием, в принципе, всегда рады гостям, с каким они принимают. То есть даже мне, человеку, который приехал впервые, это уже бросается в глаза. А для Ирины наверняка это стало уже незыблемым правилом, которое она отмечает на протяжении каждого своего визита. То есть, ну, вот это то, что действительно... Что касается курортов, я пока еще не побывала на них, но мечтаю. Вы знаете, вот как в фильме «Кавказская пленница», помните, как вот герой Шурик собирал интересные легенды? Вот вы сейчас как бы в этой роли. Вот все-таки для себя что-то, наверное, тоже из наших традиций, что-то, может, подчерпнете для себя, интересно узнаете. И отразите на страницах вашего «Вестник». Я думаю, что, прежде всего, заряжусь настроением. То есть для того, чтобы писать в регионе, все-таки лучше увидеть его своими глазами. Вот сейчас у меня есть такой шанс уникальный. Я впитаю все это настроение и впоследствии могу передать его в своих текстах. Да, но вы знаете, вот хочется все-таки вот взять в руки, да, аромат очень, приятный аромат. Этот журнал яркий и почитать. Но, насколько мне известно, что не всем он попадает в руки, да, ну, простым жителям, вот, Карачаева-Черкесии, наверняка, да, они возьмут в руки и смогут прочесть даже, может, о том человеке, да, о себе. Скажите, пожалуйста, как все-таки вот добыть этот журнал? Он не продается, насколько мне известно, да? То есть основные площадки его распространения, это как раз такие форумы и тематические выставки. Это аэропорты, это санатории, то есть места размещения, ну, вот, в которых они размещаются на стойках, и там можно с ними ознакомиться. То есть, что касается форумов, то как раз-таки посредством таких мест размещения, о том, что происходит на Северном Кавказе, в каждом из регионов, могут узнать на уровне всей страны. То есть именно поэтому такие форумы, они тоже занимают очень важное место в системе дистрибуции. Скажите, вот сколько в год, сколько таких журналов вы в год выпускаете? Если судить по прошлому году, то это было три, верно? Но определенного нет, да, вот, определенной периодичности, да? Ну, как правило, по-разному бывает. Нет, идет один в начале года, то есть начало года где-то в серединке, и конец года, это вот у нас в ноябре, где-то декабрь, мы готовим итоги, подводим года. Достаточно объемный, я смотрю, очень объемный такой журнал. И здесь наверняка все темы, да, и политика, и культура, и социальное направление, да? Да. Скажите, сейчас вот в условиях обострения геополитической обстановки в мире наверняка вы также отражаете, да, эти темы в этом издании. Мы просто стараемся посмотреть, скажем так, осветить, ну, те изменения, которые происходят там в каждой сфере, да, то есть представить актуальную ситуацию, достоверную информацию, то есть в таком ключе. Если немножко так приоткрыть завесу тайны, когда появится вот новый журнал, и в нем будут статьи именно вот к столетию Карачаева-Черкесии, и как бы о нашем регионе, о наших жителях, когда он примерно... Как раз на праздник это выйдет, к первому маю. Да вы что, уже так, так прям быстро-быстро? Да. То есть работа уже просто ведется, и в ближайшее время журнал уже увидит свет. Вот, скажите, ну, надеюсь, мы хоть в руках подержим тот журнал, где будет конкретно описываться наша республика живописная, да? Обязательно. Привезем. Хочется, чтобы вот на страницах Вестника, Северный Кавказ, были только положительные, позитивные материалы, да, больше рассказывали, наверное, о простых людях, о жизни в регионах. Ну что, с моей стороны хочу пожелать вам удачи. Спасибо. Чтобы было побольше хорошей, позитивной информации. И, конечно, в этом году 100 лет Карачаева-Черкесии. Раз вы уже приехали к нам в гости и будете освещать это мероприятие с разных сторон, что вы пожелаете вот нашим жителям, нашим гостям, может быть, Карачаева-Черкесии? Ну, например, я, наверное, пожелала бы сохранить вот эту вот изюминку, эту доброту, этот цвет, который они несут для гостей, которые приезжают в регион. И, конечно, дальнейшего процветания, то есть сохранить незыблемые традиции, приумножить то хорошее, что уже есть в регионе, и всячески способствовать его процветанию. Потому что, по сути, процветание региона – это всегда вклад каждого конкретного человека. Вот я желаю, чтобы каждый житель, он вносил свой светлый, прекрасный вклад в это развитие. Спасибо огромное. Спасибо, Ирина. Ирина, ваше тоже пожелание. Я уже просто в эту республику как бы так влюбилась, что даже отпуск здесь провожу. Ну, надо же. Где вы вот отпуск проводите? Ну, я в том году пять раз приезжала в командировку, и мне все рассказывали «Архиз». Я в декабре, готовя журнал, побыла в «Архизе», и приехала в отпуск в «Архиз». Ну, заездом в Донбай и в «Архиз». То есть я поездила, везде посмотрела, безумно влюбилась. И в водопады, и горы. Конечно, это безумно. Поэтому хочется людям пожелать, чтобы ездили именно сюда. Какой здесь воздух. Да, верно. То есть здесь великолепный воздух. То есть это здоровье будет, конечно, на ура. Людям пожелать здоровья крепкого. Да, и сейчас очень развит внутренний туризм, хочется сказать. Да, и приезжайте к нам в Карачаево-Черкесию. Зимний сезон заканчивается, но начинается летний. Это тоже... Какие тут спортсмены? Тут все как ни неделя, только с медалями, с грамотами, с дипломами, с поясами. То есть, ну, конечно, с таким воздухом, с таким вот горнолыжные курорты сколько, они безумные, хорошие. То есть они такие обустроенные все. То есть и просто поездить, даже если не на горы, а посмотреть на эти водопады, на эти деревья. То есть это безумно. То есть людям нужно сюда приезжать, заряжаться этой энергией. Вот именно энергией. Гор, региона. И люди тут очень такие дружелюбные, очень гостеприимные. Вот мне очень приятно ездить сюда. Ну и вы спросили, какой регион, как бы дальше поедем. Ну, я как бы со своим регионом остаюсь. Корочай, ну, чем к Кесе. Ну, я, наверное, тоже похвалю Ростов-на-Дону. Я была, да. И, конечно, ваш левый берег Дона. Да, есть. Это тоже, да, это тоже очень красиво, очень позитивно, очень замечательно. Спасибо, что этим утром вы нашли время, пришли к нам в студию. Всего хорошего вам, удачи вашему вестнику, процветания. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, вот утром хочется сказать, вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика, общая укрепляющая, утром отрезвляющая, что гимнастика. Ну, это, конечно, слова Высоцкого. Сейчас хочется заняться спортом. Зачастую нам просто не хватает времени, чтобы, к примеру, заниматься йогой. Она, кстати, восстанавливает силы. И, как считают специалисты, йога – это залог хорошего самочувствия и, конечно, хорошего настроения. Сегодня мы представляем вам нашу новую рубрику «Слово Альбини Ламковой». Доброе утро, друзья. Сегодня мы решили поговорить о пользе йоги. Стоит ли ей заниматься и как это сделать правильно. Для этого я встретилась с практикующим йогой Натальей. Доброе утро, Альбина. Сегодня Наталья нам расскажет и покажет, как верно выполнять упражнения. А в йоге это, конечно же, асан. С чего начнем? Мы сегодня начнем с комплекса всемирно известного. Он называется «Пять тибетских жемчужин». Я считаю, что он один из лучших этих комплексов, который может восстановить все балансы в теле. Он может полностью восстановить организм и отработать основные группы мышц. И, естественно, включить дыхательные упражнения. А самое главное в йоге, скажите, пожалуйста, Наталья, что? Самое главное в йоге – это ваше внутреннее состояние, хорошее настроение и, естественно, самоощущения, которые должны быть позитивными. А насколько быстро можно получить результат и от чего он зависит? Буквально через месяц вы сразу же почувствуете хорошее настроение. Вы почувствуете, как ваши мышцы подтянулись и ваши лёгкие стали более чистыми. Ваше состояние и ваше сознание улучшаются в лучшую сторону. Мы сейчас сделаем комплекс «Пять тибетских жемчужин» и Альбина продемонстрирует его. Она почувствует его на собственном опыте, все его положительные эффекты. Давайте встаем и сделаем этот комплекс. Этот комплекс начинается… Я постараюсь. Руки в стороны. Первое упражнение. Крутимся несколько кругов в одну сторону и несколько кругов в другую сторону. А теперь мы ложимся на спинку. Ложитесь на спину. Ручки вдоль тела. В этом положении делаем глубокий вдох носа. Поднимаем ножки и подбородочек груди. Плечики к полу тянем. И выдох, расслабляемся. Наталья, а всё время носом дышим? Всё время носом дышим. Поднимаем вдох, подбородочек груди. И выдох, расслабляйтесь. Мы становимся на коленочки, руки на талию. Носочки мы подтягиваем к себе, чтобы держать поясничный отдел. В этом положении мы делаем вдох и выдох, голова внизу. И со вдохом лёгкий наклон назад и с плечами. И выдох, голова внизу. Садимся на коврики. Ступни у вас на ширине бёдер. Носочки также на себя. И мы тянемся к носочкам, чтобы поясничный отдел у вас включился. Потянемся. Ровно спинку. Ровно, да. Чтобы поясница включилась. И вы почувствовали тазобедренный сустав. Это важно. Чувствую, чувствую. И со вдохом поднимаем и выдох вниз. И поднимите к полу. Ступни параллельно друг к другу. Ступни параллельно друг к другу. И правильно делаете? Правильно. И руками прямо оттолкнитесь. Вот. В этом положении делаем вдох и выдох перекаты. Посмотрите наверх глазами. И со вдохом поднимаемся и выдох вниз. Сейчас выполнены с вами пять упражнений. Эти упражнения, они восстанавливают весь организм. Хотя непосредственно они очень-очень легкие. Но они включают в тонус основные группы мышцы. Развивают дыхание. И естественно внутреннее состояние у человека меняется после этого комплекса. Этот комплекс можно выполнять в самом начале по три раза. По три подхода каждое упражнение. И через какое-то время можно прибавлять шесть, семь, восемь, двенадцать. Вы доходите до двенадцати подходов каждого упражнения. Потом до двадцати одного. Это очень важно в этом комплексе. Он так придуман. И двадцать один раз, если делать каждое упражнение, это будет прям основная нагрузка на тело. Можно ничего не делать, а включать только пять тибетских жемчужин по двадцать один подход. Мой муж, кстати, практикует уже более десяти лет этот комплекс. Прекрасно выглядит. И другие комплексы не признаёт. Наталья, скажите всё же, когда лучше заниматься йогой? Утром или вечером? Или днём? Лучшее время? Вообще нужно выбрать своё время для занятий. Кому-то подходит утро. Кому-то подходит день, а кому-то вечер. Это всё зависит от ресурсов организма. То есть, кто к чему больше привык. Для меня больше всё-таки важнее утро. Я люблю утро, потому что утром ресурсы организма начинают просыпаться, начинает работать выделительная система, и утром именно тело начинает освобождаться от шлаков и токсинов. Естественно, начинает обновляться кровь, начинает обновляться лимфа, и поэтому утро для меня более важно. Конечно, заставить себя подняться не каждый сможет. Поэтому многие приходят вечером. Но вечер тоже очень важен для нагрузок, для физических нагрузок, потому что вечером, естественно, мы на йоге делаем мягкие, плавные упражнения. Это человека подготавливает ко сну и успокаивает нервную систему. Наталья, так я правильно поняла, если заняться йогой утром или вечером, в любом случае не прогадаешь, можно подобрать специальные асаны, которые тебя или взбодрят, или же наоборот успокоят. Конечно. Потому что когда вообще физическими упражнениями занимается человек, то нервная система начинает успокаиваться. В основном, и когда внутренние ресурсы спокойны, когда внутреннее состояние у человека спокойно, то именно тогда начинается идти баланс. Нам нужно найти баланс. Либо успокоиться, либо взбодриться. И этот баланс, он очень необходим в организме. Я знаю, что вы проводите свои занятия ещё на Зелёном острове. Расскажите о них. Я слышала, что это всё бесплатно вы делаете. Да, я провожу занятия на Зелёном острове по выходным. Занимаемся возле Старого пруда. Берём с собой коврики и занимаемся асанами. Наталья, а насколько хорошо нужно знать практикующему йогу организм человека? Конечно, инструктор обязательно должен знать анатомию. Потому что во время занятий могут случиться те или иные травмы. Потому что у нас достаточно сложные упражнения. И новичку не всегда легко освоить те или иные упражнения. Наталья, спасибо за первые азы в йоге. Было очень здорово, интересно и познавательно. Я надеюсь, зрителям нашим тоже понравилось. Конечно, я всегда рада вам помочь. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.